очагов тв представляет привет блогер какой-то украины нет да только не украины я в америке живу я ни за кого не топлю что значит топить но взгляд вот давайте поговорим если хотите поговорить об этом зачем вы спрашиваете сегодня хотите давайте вы из какого города воркута воркута это процветающий самый город россии до считается сейчас возможно возможно только не показывайте мне вид из окна потому что я подумаю что это мариуполь который вы стерли с лица земли как вы думаете почему вас воркуте больше разрушений чем в мариуполе не думаю разрушение у вас на лице больше чем на лице у меня нет ни одного разрешения где конкретно покажите где у меня на лице разрушения подвиньте свое лицо я хочу посмотреть ну вот увидите так плохо видео у вас плохо со зрением да не не хочу ближе а присядьте 10 раз я хочу чтобы присели 10 раз давайте но так и мало ли чего вы хотите почему я должен приближать вам лицо а вы немного напряглись вы с ума сошли да наверное да не смотрите я а я говорю здесь на политические темы вы готовы к разговору или нет или вы как все россияне туп туповатый упрямый и у убегаете начинаете ругаться никто же не ругался нет я у вас спрашиваю вы готовы к разговору уже сказали все россияне не готовы вы готовы к серьезному разговор готов вот давайте у вас есть ко мне вопросы если нет я вам задал а я же задал вопрос какой вопрос задавайте еще раз повторить а вспомните не помню скажите мне какой вопрос вы задали ну а что у вас памятник вопрос будете задавать нет или я пойду дальше я же задал так задайте задайте вы вы мне не задавали вопрос вы задали какой-то частный тупой вопрос задайте полит вопрос на политическую тему обсудим с вами они были хорошего какой какой напомните мне не помню да я я забыл напомните ну то есть памятью плохо с помните какой старость старость памятью плохо напомните какой вопрос ну давайте здоровье тогда не хромать а все да вопрос закончился блин уже ладно у меня с памятью а у тебя что там свой вопрос не помнишь почему я же так если ты его помнишь повтори его ты забыла вода а ты не хочешь я понимаю так я спросил хочешь разговаривать на политические темы или нет если нет идешь нахер если да задавай вопрос чувак все ты не готов да ну все ты слился пошел на ты не способен разговаривать понимаешь а он мне говорит ты не вытягиваешь разговор капец вот так вот с ними говорить с ублюдками у вас на улице достаточно светло да да не просто достаточно а очень светло откуда вы живы я в калифорнии живу в штате калифорнии а там в каком городе я знаю сан-франциско по-моему там до сан-диеда недалеко от сан-франциско да я живу небольшой город вы его не в курке есть вроде что санкт-петербург по моему там есть название санкт-петербурга в америке 12 12 городов и и и городов название москва 8 офигеть это маленькие горки на самом деле так учитывая ваш возраст я так понимаю вы уехали в советском союзе еще нет я уехал девяносто восьмом году после развала а из какой страны получат ни капельки не пожалели естественно или конечно нет а из россии с какого города ну родом я из новосибирска но улетал я из москвы сибирь на какую тематику общаетесь на политическую что интересует интересуют отношения между россией и украиной вы следите за ходом событий ну так скажем так обособлено как вы относитесь к тому что помните путин говорил надо санитарную зону в создать потом возле харькова и так далее и вот сейчас мне кажется она успешно создается 14 населенных пунктов туда не допускают людей белгородской области то есть украина помогла путин создать санитарную зону чтобы ваши люди отодвинулись от границ с украиной так что задумка была неплохая у путина как вы считаете не знаю не знаете не я просто про это не знаю другой вопрос будет вас на вы про это не знаете ну значит вы не следите за событиями скажем так и не в таком количестве хорошо давайте я вам тогда задам вопрос ну там он не название на ваше мнение просто мнение как вы думаете чем эта война закончится вот какими фактами вот конкретно какие события произойдут чтобы россия сказала все мы закончили войну останавливаем огонь там и так далее не мне кажется это от другой стороны зависит я гонит я говорю для вот для россии почему кто другой стороны и от россии это может зависеть от россии выводит все свои войны с украины война прекратилась каким вы видите окончание этой войны безогорочная победа россии в чем она будет заключаться это же главный вопрос почему будет заключаться конечно ну в освобождении регионов каких регионов восточной ну каких конкретно регионов ну до административного центра вот эти четыре регионы я думаю но это мое предположение херсонская запорожская да нет днр лнр полностью в административных так и все не знаю точно могу и россия прекратит войну нет как вы считаете мнение не вижу это будущее я же ваше мнение спрашиваю точно могу сказать хорошо смотрите вы сказали запорожская керсонская а вы считаете реальным то россия сможет захватить запорожье которая находится за днепром или еще раз зайти в херсон который находится за днепром стоп почему захватить это воле изъявления народа будет который там живет как как понять будет по вашему по вашему так сказать референдуму она типа уже было а как оно могло быть запорожье которое вы никогда так и не оккупировали это как то есть освободили ну ваши войска никогда 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 не были в запорожье каким образом там мог быть проведен референдум я не знаю а вы не знаете вы там не знаете тут не знаете общем любой вопрос вы не знаете смысл тогда говорить с вами а и он и он еще и убежал естественно я тут не знаю а там я тоже не знаю ног но я знаю конечно что россия всех победит и блин мы самые лучшие и справедливые это я знаю а остальное я ничего не знаю и знать не желаю не знаю и знать не желаю вот так можно было бы этот ролик назвать а а